Всем привет! Меня зовут Сабирь Едгоров и вы смотрите видео-обзор происшествий, где мы рассказываем о самых нашумевших событиях этой недели, которыми оренбургцы поделились в соцсетях. И начнем с очень горячей аварии, которая произошла на перекрестке улиц Шевченко и проспекта Победы. Причиной этой аварии послужило нарушение ПДД сразу трех автомобилей. Водитель Lada Kali'a решил объехать пробку и повернуть с правой полосы налево. В этот момент водитель Renault Logan понадеялся проскочить на желтый сигнал светофора. В итоге произошло жесткое столкновение, в результате которого Logan ударился еще и в красную машину, которая, между прочим, стояла за стоп-линией. Спустя какое-то время серая машина загорелась. Пока водители спокойно объезжали пробку, на перекрестке вспыхнуло серьезное пламя, которое потушили оперативно приехавшие пожарные. Кто же будет виновником аварии, предстоит выяснить работникам ГАИ. А мы напоминаем, какая бы ни была большая пробка, не стоит нарушать правила ПДД ни в коем случае. Алкоголь и дебоширы – две неразлучимые вещи. Начнем с девушек, которые хотели выпить, но пришли в магазин после десяти. Алкоголь им не продали, в результате чего произошла потасовка, в которой участвовали прекрасные дамы. Как пишут в соцсетях, девушкам не хотели продавать алкоголь после положенного времени. В результате леди были так сильно возмущены этим фактом, что начали конфликт. А вот у девушек другая история событий. Они говорят, что все началось после того, как их толкнули и разбили им телефон. В любом случае, такое поведение не красит ни работника магазина, ни самих девушек. Второе видео про то, как молодые люди уже выпили алкоголь и решили отправиться на борт самолета. Там они начали показывать свой буйный нрав. В итоге все закончилось задержанием. Ребят, кому я грубую сказал? Успокойся. Двое мужчин, видимо, для храбрости решили выпить перед тем, как попасть на рейс. В итоге в салоне самолета они начали шуметь и агрессивно себя вести. Экипажу пришлось вмешаться и вызвать органы правопорядка. Они усмирили буйных пассажиров и высадили их с рейса. Теперь им грозит административное наказание. Ну и закрывает наш комбо-набор неспокойных оренбуржцев инцидент, который произошел на дороге. Здесь все как в фильме Гая Ричи. Драма, лопаты, перестрелка. В общем, смотрим. Обычная история о том, как один автомобиль не уступил другому на дороге, в какой-то момент превратилась в боевик. Когда пассажиры и водитель ВАЗа достали лопаты и пошли в бой на водителя грузовика, он тоже не растерялся и в свою очередь достал травматический пистолет и выстрелил, попав одному из участников потасовки в нос. Чем закончилась история, неизвестно. Ну а теперь давайте перейдем к более позитивным видео. И начнем мы с прекрасного, но такого одинокого лебедя. Жители одного из поселков Оренбургского района обнаружили лебедя, который на протяжении нескольких дней находился на реке неподалеку от жилых домов. Холода уже начали наступать, а одинокий лебедь никак не улетал. Они забеспокоились. В итоге их успокоили орнитологи, которые рассказали, если лебедь спокойно плавает и летает, то повода для беспокойства нет. Когда придет время, птица покинет водоем. Оп-оп-оп, полетел, полетел, полетел. Хорошая новость для любителей вкусной еды. В Оренбурге был замечен телеведущий и известный шеф-повар Константин Ивлев, а это значит, что в городе на одно вкусное место станет больше. Видимо, в нашем городе проходят съемки телешоу, где Константин Ивлев меняет облик заведения в разных городах России. Как проходили съемки и как долго шеф пробыл в городе, неизвестно. Вы тоже можете быть соавтором нашей рубрики. Если вы стали вдруг свидетелем какого-то необычного происшествия, пишите нам в инстаграм. С вами был Сабирь Едгоров. Будьте внимательны и не попадайте к нам в передачу.